Друзья, всем привет! Ютуб-канал «Женский футбол Беларусь» Инспектор из Бреста Ну, и такое тоже бывает Состав команды Андрея Цычка В воротах под 20-м номером Дарья Виноград Она же капитан Дарьи Мышленник 18-й Елизавета Хондога 19-й Анастасия Крахмалова И Александра Плохова Номер 25 Динамо Бгув Главный тренер Юли Майер 31-й Арина Ситникова 33-й свисток Подачу в штрафную площадь Должна из ворот выходить Дарья Виноград Что она спокойно и делает И с мячом Анастасия Майер Она сегодня справа в обороне действует На Пилипенко идет передача Ну что, будет Аня бить поворотом? Неудобно ей было это делать левой ногой Она пыталась мяч туда проткнуть Штрафную площадь с носочка Дарьи Манюковой Не получилось это сделать Алина Черленок Заброс штрафную площадку Очень даже неплохо Не было положения вне игры Но вот возникли у САС С обработкой мяча проблемы Хотя она уже Очень даже мастеровитая футболистка Как обычный мяч Долго в ногах Динамо из Бреста не задерживается И тут же Кемпион заходит на очередную угрозу Шупо подача в штрафную площадь Но это, конечно же, не угроза Для Дарьи Виноград Начинала она свою футбольную карьеру Из команды, которая ранее Бацор называлась Но сейчас женская команда Уже под крылом Динамо Удар по воротам В створ сейчас пробивает Синявская Но это, конечно же, семечки Для Виноград Уроженка города Ивья Мяч отправляет туда Ближней штрафной площади На Шупо Теперь с мячом уже Анна Сас Она-то пробить может Но пока ей это неудобно делать Мяч под левой ногой Принимает Пилипенко Хороший пас И будет гол Восьмая минута на исходе И хозяйки поля Выходят вперед Классная атака Сыграла Сас на Пилипенко Та отправила мяч Глубже в штрафную площадь Прокинула его Синявская Мимо Дарьи Виноград Ну и, по-моему, там Шупо уже Фактически его в пустые ворота Вколотила Это Дманюкова все-таки была Здесь спокойно сыграла Ну что, может быть, здесь Умышленник что-то и получится сделать Переправляла на мяч на левый край Там была Клюкина Но опять же На опережении здорово сыграли динамки Здесь выход 1 на 1 Удар по воротам И Пилипенко на десятой минуте Делает счет уже 2-0 Вот интересно, что у нас 26-й тур Двумя матчами на Динамо Юни Начался, не могу я не сказать О том, что в первой игре АБФФУ-19 переиграла Тюш по ЛесГУ С счетом 7-0 У нас вот на десятой минуте 2-0 Ну вот фактически можем и говорить Что одинаково Еще одна будет подача И снова должна сыграть Руками, кулаками Виноград Не дают здесь пробить Пилипенко Сразу же она теряет Контроль над ситуацией Ну и снова с мячом в ногах Белоголубые Это цвета Минского Динамо Ситникового фланг Там теперь Слисарчик оказалась справа И высокая подача штрафную Ну конечно же должна была выловить Забила в том матче И он завершился с счетом 1-1 Далеко не каждым Удается Противостоять на равный Динамо Бгув Сейчас воспользуются этим стандартом Динамовки из Минска И выручает Выручает свою команду Там защитница Которая на линии Георгия Дурбошвили Который назывался Виктория 86 Подача с углового Там САС могла-то Головой сыграть На лево сыграть На Слисарчик Меняет Юля фланги Порой Пытаясь Запутать соперниц Сейчас передачу делает Юлия На Пилипенко Пилипенко подача штрафную площадь Ближний угол Давновато мы уже Забитых мячей Не видели Подача Снова Играет Виноград на выходе Там какие-то проблемы У Арины Сидникова Еще удар Справляется с ним Дарьи Виноград Виноград Пилипенко Ну вот Подключается Слисарчик И на линию Штрафной площади Передачу делает Там Шупо И Динамо В Губке Минск не потеряют Очков Вот в матчах С другими соперниками Ну это Это очень Маловероятно Прострел Пилипенко Нужен удар Поворот Там его наносит Анастасия Магер И мяч Все-таки в ворота Влетает Мяч отразила Ведь Дарьи Виноград Ногой Но взмыл он По такой Траектории Стал в ворота Опускаться И уже не успел А Виноград Никак Да обидный Конечно Гол для вратаря Очень обидный Немножко Наверное Что-то помешало Может даже Солнышко Я так осторожно Предположу Виноград Вот Все-таки К этому мячу Успеть И выбить его Вот Диктор по арене Объявил фамилию Магер Мне кажется Что Будет приятнее Все-таки Так у нас И в протоколе Отмечены станет Ох Какой момент Ничего себе Брест забивает Говорят Что Когда Команда Вот только-только Отличилась Она самая уязвимая Но это правило На сей раз Сработало Брест Впервые В этом сезоне Забивает Ворота чемпиона И такое тоже Бывает Счет у нас На 38-й Минуте Становится 1-3 Вот это да Честно говоря Я даже не обратил Внимание Кто что-то у нас Отличился Может быть Сейчас попробую На повторе Рассмотреть Начнется Второй тайм Матч Динамо Динамо Брест Это женский Ситникова Ситникова Слесарчик Делает передачу САС Ну вот Андрей Сыч Почему-то Замены не сделал Хотя Вижу я Сейчас Что со скамейки Запасных Отправились Две футболистки Разминаться Удар Поворотом Издали Что У Арина Ситникова На футбольном поле Нет Ринаты Калиновской Судя по всему Это серьезное Повреждение И нужна замена А ведь только С началом Второго тайма Стала играть Калиновская Соответственно Рядом Ситникова И в центре В сердце Обороны Сейчас Санна Сас Да И замен У Юрия Малеева Нет Ага Здесь Хитро Постаралась Капитан Динамо Гуф Мяч разыграть Не было положения Вне игры Капша Прострел Удар Поворотом Ковалева Делает дубль На Семьдесят Второй Минуте Ну что ж После штрафного Этот мяч Оказался В сетке Поэтому Можем Говорить Что стандарт Помог Сейчас Забить Пятый гол Хозяйком Поля Выходит Виктория Ланкевич Ковалева Ковалева Пас не прошел На хорошак А вот На Тихомиру Очень даже Тихомирова Просто Вперед Там Пилипенко Вот так Элегантно Сыграла И попытка Пробить Яна Артишевская Мяч В руки Забирает Дарья Хорошак Касание На слесарчик Доводит Юлия Мяч До Артишевской Ну что Хорошак Надо прострел Делать Здесь должна Вмешаться В ситуацию Виноград Ну вот Боролась С Kirchner С Kirchner Как притя С Kirchner Ковалева Налево Капыш Вот это Да Да Если бы Мяч Пошел Вствор Ну мне кажется Там бы уже Виноград Никак бы Доводит Мяч До Капыши Так Головой сбрасывает штрафную Ковалева и Артиховская. Снова она в офсайде. Забивает из положения вне игры Яна Артиховская, но может быть для нее это, в общем-то, какой-то знак. Ну, оказалось у нее на пути Хорошак на Пилипенко. Мяч направляет Тихомирова на Капышу. Ну и что Ольга будет делать? В этом эпизоде входит она в штрафную, но левой можно пробить. Она это и делает. Передача все-таки была на Хорошак и Алина забивает. У нее вот за неполный тайм 1 плюс 1. 84-я минута. Алина Хорошак 6-1. Как по нотам разыграна была эта атака. Левым флангом Капша вошла в штрафную. Ну, видя, что сопротивление. Чтобы Сморгони там тав набрался, а то, знаете, бывали случаи, как говорится. Чтобы бобруйские девушки просто так не приехали в Гродно. Вот поворотом наносит левой ногой Артишевская. Тихомирова во втором тайме она занимается этими подачами. Снова из ворот вышла виноград. Ездили наши арбитры на матч Санкт-Пельтен по Мурье. Так что есть спрос наших рефери. Как говорится, ни единым Алексеем Кульбаковым. Ковалева удар по воротам. Ну и сейчас выручает Дарья Виноград свою команду. Снова мяч Ковалевой приходит. Положения вне игры нет. Ну и заканчивается основное время. Да, отбить Петюню, как говорится. Ну и все прочее. 6-1 побед Динамагувк над Брестской командой. Подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылки под плеером этой трансляции. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok